Идя! Сейчас, короче, хожу, включаю свет, включаю камеру и слышу слева какие-то потрескивания. Я такой, так, подожди, что происходит? Я уже вчера возил свой свет на ремонт, и очень странная в результате история. Он у меня не работал. И я привёз, мне говорят, покажите, как не работает. Я включаю, всё работает. Ну, как всегда, сука. Ну, окей, короче, и же есть такой фон, типа, что-то со светом может быть не так. Тут что-то потрескает, как будто электричество. Я такой, блин, какого хрена? Вроде нет, ничего не происходит. Повернулся ещё раз, опять потрескивание. И только тогда я допёр, что это у меня вот здесь вот эта штука трещит. Какая жесть. Ах, да, ну и добро пожаловать на точку. Чарли. Снова играем в Apex. И сразу хочу сказать всем тем, кто спрашивает, типа, а будет ли там Call of Duty новый? А будет ли Tekken? Вот, пацаны, душа не лежит. И заставлять себя не хочу. Ну, честно. Вот даже если бы, типа, я там купил новый Black Ops, какой там, шестой сейчас выходит. То есть, я бы, наверное, даже не заставил себя в него играть. Ну, вот, не хочется. Вы знаете мою историю, если смотрите меня давно. А если вы здесь, вы, скорее всего, смотрите меня давно. Как бы я, когда начинал снимать точку Чарли, я, в принципе, уже достаточно много играл в Call of Duty. Там, типа, в четвертый, ну, как в Modern Warfare, да? В пятый World at War и в Modern Warfare 2. Я уже наигрался выше крыши. Это моя самая активная, вообще, в принципе, часть игры в Call of Duty. А когда точка Чарли появилась, когда возможность, в принципе, подкасты на ютубе появилась делать, это был Black Ops, который был для меня уже... Ну, вы помните, я все время над ним смеялся, что это говноигра. Вот. И сейчас, спустя нахрен все... Сколько там... Это было больше десяти лет назад. Сильно больше десяти лет назад. Сейчас идти опять играть Black Ops. Ну, нет. Я практически вообще не играю. Вот, то есть, единственная игра, в которую я сейчас играю, это Apex. Я пытался тут поиграть, например, в Baldur's Gate 3, и все промазал, все промазал. И счет, как бы, не особо, если честно. Ну, то есть, я чуть-чуть поиграл, поиграл, и не тянет дальше. Вот чего-то не хватает. Чего, видимо, моего интереса. Игра-то хорошая, по идее. Хотя у меня к ней, сука, вообще ничего не попал. Просто словил гранату, жесть, упал вниз. Что со мной происходит? Пытаюсь хоть как-то, короче, кому-то помочь. Змею. Змею. Потому что девчонка наша уже валяется в виде гробика. Тут кого-то достылял, чтобы он больше не мешался, и чтобы щиты с него поднять, и патрончики. Ну, смотрите-ка, наш боец, наш змей просто всех разносит. Так, кто-то к нему тут... Во, я наконец стал попадать. Но все равно не убил. Ну, змей разобрался со всеми. Великий змей. Друзья, вы знаете, кого называли великим змеем? Правильно. Герой Фенимор Купера Чинганчгука. Последнего из Магикан. Черт побери, не просто так у меня здесь лежит, видимо, книжка. Да, огромный том. Вот этот. Это как раз... Ну, ладно. Фенимор Купер, Зверобой и все остальное. Черт побери, это совпадение? Не думаю. Потому что, если бы я эту книжку не читал, то, наверное, я бы не совместил змея, который сейчас с нами носится, с героем Фенимора Купера. Окей, мы отбились, на самом деле, каким-то образом. А, вон, слышите? Это наша девчонка стоит? Да, это наша девчонка поднимается. А, мы ее сами подняли сейчас. Просто я немножко потерялся, пока вам про Фенимора Купера рассказывал. Вот, что ж. Что ж, все хорошо, все замечательно. Продолжаем вам рассказывать, как мне неинтересно играть. Ну, собственно, выходили достаточно давно, на самом деле, выпуски, где я об этом говорил, что я как-то наигрался. Все, вот у меня в жизни происходит своя игра со своим каналом, где там у меня всякие прокачки уровней, таблички, где надо там квесты выполнять. Ну, с роликами это связано там, с производством их. Так, так, к нам опять кто-то пришел. А, это, типа, последний чувак из Тима, решил вернуться, посмотреть, можно поднять гробики. Мы такие, нельзя. Он такой, ну ладно, я тогда обратно побегу. Спускаться к нему вообще не хочется. Если честно, вот так я ему, типа, плюл туда немножечко глушителей. Пусть он с ними и занимается. Ха! Ха! Слушайте, я как-то задел его в результате. Интересно. У меня, конечно, оружие абсолютно неподходящее. Для того, чтобы с такой дистанцией стрелять. Ну, просто давайте покидаем. Там, может быть, у нас какой-то дэмэдж с этого появится. Мы немножко прокачаем наш Иво. И, короче, спокойно занимаюсь своим проектом. Вот сейчас, например, началась осень. Если вы знаете, я все лето, в принципе, плюс-минус отдыхал. Да, у меня все равно было много достаточно работы. То есть, новостные выпуски мы все равно снимали каждую неделю. Репортики по Вархаммеру мы тоже снимали. Но не каждую неделю. Но, тем не менее, там все равно были текущие проекты. Типа пасты. Где у тебя раз в месяц точная партия была. Плюс я еще ходил, опять же, на Спарк наш. Где раз в две недели тоже происходила какая-то движуха. То есть, все равно снимались ролики. Это не был отдых вообще. Типа ходить, носу ковырять, пинать всякие вот эти болванки. Но, тем не менее, тем не менее, достаточно свободно себя чувствовал. Так, это я куда-то отошел. Не помню куда. Не важно абсолютно. Смотрите на то, как я стою. И сейчас осень. Я официально вхожу опять в должность. Начинаю фигачить. И, как бы, естественно, это будет не так быстро. Потому что, ну, нельзя сорвать сразу спину. Нужно раскачиваться. И поэтому я начинаю тихонечко. Собственно, вчера вечером я записал первый ролик для канала по Вархаммеру. И, вы знаете, у меня вот реально было совершенно ужаснейшее вчера настроение. Просто вообще никакого настроения. Я, с одной стороны, поехал в Москву. Какие-то дела делал. Там, с Мишей встретился на обеде совершенно случайно. Просто, типа, я привез свет. Показалось, что человек что-то работает, что чинить его не надо. Расстроился такой. Ну, типа, хочу обедать. Смотрю, где я. Такой, о. А я в 15 минутах езды от Михаила. Такой, типа, звоню ему, ты кушаешь? Он такой, нет. Пошли. Вот. Но все равно, прям, знаете, руки опускались. Но я приехал домой. Типа, чем заняться? Ну, вроде вечер. Но, как бы, еще спать не хочется. Интернета у меня нет. Вот. Так что, я не знаю, я вам рассказываю. Вчера, там, сегодня, когда этот ролик залил. Я хрен его знает. У меня нет интернета. Я уже позвонил другому провайдеру и говорю, введите. Меня это задолбало. У нас отключили электричество, там, на какое-то время. После этого интернет не восстановился. И вот уже третий день идет. Интернета у меня нет. Вот. Я ничего не могу залить. У меня вся работа, как бы, ролики на YouTube заливать. У меня, короче, YouTube совсем отключили. Просто вместе с интернетом. Глобальненько так. Короче. Я такой, буду снимать видео. Сел и за вечер ролик, на самом деле, смог записать. Хотя, я думал, что он займет больше времени. И вы знаете, как-то вот я сегодня с утра встал. Его доделал. И такой довольный. Опаньки. Русланчик-то мы занокдаулили с помощью наших глушителей. Красиво. Красиво так. А там вот кто-то бегает. Еще какой-то негодяй. Так, 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 так. Где он? Ага. Наш великий змей там его трахает. Трахнул. Нет, еще не так. Но я не успел практически. Я вообще добежал. Какой классный лут. Как он мне подходит. Как все здорово. Спасибо. Прекрасно все. Так, он у нас лидер по убийствам, наш змей. Ну, понятное дело. Чем я говорил. Так вот, значит, с утра доделал этот ролик. И такой довольный. Прям вообще такая волна просто какого-то... Как это назвать? Волна чего? Хочется сказать волна ярости, но это у нас тут у одного из персонажей в Апексе. Так, обилка там включает ее. Прокатимся на волне ярости. Вот. Ярости не было. Было какой-то энтузиазм. Вот волна энтузиазма прокатилась. И такой, надо срочно пойти снять ролик про великого змея. И на самом деле я себя здесь ощущаю такой, знаете, вот этой барышней, которая в книжках Фенимора Купера. Короче, я про Ка из пяти или шести прочитал три. И там везде, по сути, один и тот же сюжет. Приходит, короче, вот этот вот зверобой со своим другом великим змеем. И там какие-то барышни либо сидят, либо куда-то идут. Потому что, короче, знаете, как было в той самой Америке, которая еще тогда была под пятой Англии. Ну, типа, если ты какой-нибудь там капитан форта или чего-нибудь еще, то твои дети неизвестно где. И ты такой, вот пошлю-ка я того индейца, на которого нельзя положиться. Чтобы он мою дочь мне привел в форт. Вот. Через леса полный Чинга... Чингачиков. Иракезов, Иракезов. Вот. И, короче, в двух книжках точно так. В одной просто они там на какой-то реке, на пруду даже каком-то с двумя девчонками тоже тусят. В общем, везде есть какая-то барышня, которую надо охранять от Иракезов. И, собственно, этим главный герой вместе со своим другом Чингачгуком занимается. И я бы, конечно, был бы рад быть тем другом, зверобоем. Вот. Но дело в том, что зверобой известен тем, что он попадает вообще практически всегда. Просто он настолько крутой стрелок. Собственно, поэтому его там те же Иракезы прозвали длинный ствол. И как-то так звучит. Немножко сейчас странненько. А я, как вы увидели, в начале этой партии вообще не попадаю. Поэтому у меня осталась одна роль. Это вот этой вот пряничной барышни, которая просто бегает и говорит, спасите меня, пожалуйста, от этих Иракезов. И змей такой, не вопрос, просто носится как демон. Это прикольно, конечно же. Короче, партийка, на самом деле, я вот ее решил снять именно поэтому такая настроенческая. Просто реально. Бежит этот змей, мы за ним, а он лидер по убийствам у нас всех мочит, нас тащит. И вот вы знаете, у нас же здесь есть как бы просто матчи, не рейтинговые. Есть рейтинговые матчи. И логично, что если ты идешь в рейтинговый матч, то тебе подбирает игроков под твой уровень. Да, вот как бы ты проигрываешь, дальше не идешь и тебе примерно плюс-минус те же команды, как у тебя. Но вот ни хрена, просто ни хрена. Потому что я заметил, что в рейтинге у нас постоянно против нас прям очень хорошие, мощные команды, собранные заранее, которые хорошо и умело играют. Да, вот сейчас произошли изменения в игре. Появились на какой-то волне, на каком-то кругу вот такие мифические контейнеры, которые надо долго открывать. Вот, но они, смотрите, у нас фиолетовая броня, да? А после того, как мы открываем, бам, красная у всех. То есть прям эти мифические контейнеры нужно обязательно открывать, потому что они тебе не только дают классный лук тебе, но и, собственно, прокачивают броню до последнего уровня, а там как бы пять ячеек. Это решает, это сильно решает. Но я взял краббер, потому что краббер, оружие, которое выпадает только из каких-то контейнеров, его никак нигде не поднимешь. Соответственно, это редко получается, и он с трудом прокачивается, а нужно 20 уровней прокачать, вот до 20 уровня, чтобы челленджи открыть за него и что-то делать. Я вот не знаю. Пока из снайперских винтовок самое сложное это, блин, не помню, как она называется, где, опять же, я вам рассказывал, нужно убить человека попаданием в голову после того, как по нему кто-то из твоих уже нанес дэмэдж. У меня там, по-моему, ноль из двадцати. Вот. Не знаю, какой я краббер, не хочу смотреть в интернете. Просто открою и порадуюсь вот этому. Вот. То есть есть нормальные челленджи, а есть какие-то, которые, ну, хрен ты выхватишь. Слушай, я вот эти 20 человек с 50 метров за R301 набрал с трудом. Теперь надо за импульсную винтовку с 40 метров сделать то же самое. И я хрен его знаю, как это делать. Просто, короче, руки опускаются. А сейчас ещё играешь в режимы. И часто стало такое, что там из тех комплектов, которые есть, вообще нет ничего, где бы ты что-то прокачивал. Какие-то уровни актуальные. Вот. То есть всё у меня либо прокачано, уже либо челленджи закрыты на нём. Ну, как бы, ты заходишь такой, ну, нечего сделать. И я вот сейчас буду ещё из Крабера мазать. То есть, или нет. Или иногда попадать. К сожалению, Крабер убивает только в голову. И то только, по-моему, когда у тебя ещё голубая броня, то есть три щита фиолетовую, он с одного не валит ни хрена. Бам! Попал! Попал! Не попал в голову, но тем не менее, минус 140, это приятно. Опять же, для прокачки Крабера тоже важно. Ладно, может быть, из меня зверобой всё-таки получится когда-нибудь. Хотя, ладно, кого мы обманываем? Уже возраст не тот, чтобы хорошо метиться. Я думаю, что дочь меня скоро догонит и перегонит. Так смотришь повторчики. Ну, я думаю, что люди, конечно, часто играют и с читами, и с консольки, потому что ты вокруг него просто прыгаешь, как обезьянка. А у него прицельчик ровно за тобой идёт. Вот так рука у человека двигаться не может. Так, это я зря вышел со спины. И, очевидно, просто я даже спину пострял нашему змею. Блин, он крут просто. И в него ещё и не попадает ни хрена. Так, увернулся. Он такой, пуш, пуш. Я такой, ладно, походу русский, кстати. Судя по акценту. А, ну и по... По нику тоже, ясно. Если бы он был, он как говорящий, он был бы не змей, он был бы снейк. Но, правда, это был другой мотив. С другим персонажем абсолютно, да? У нас была бы ассоциация, согласитесь. Короче, мы пропушили из ворот. Обычно на воротах всех лочат. А здесь мы такие вышли. Так, сейчас мы с вами разберёмся. И они даже ничего не смогли квакнуть. Так что у нас есть кто? Правильно. Змей. Так, а наша девчонка, интересно, что-то делает. Как будто, ну, змей просто молоток, машина. Просто несётся через противника. Там кто-то подбежал. Ну, весь отряд лежит. Всё. А наша девчоночка как-то не то чтобы... Ну, по ней даже видно. Собственно, я всем красные щиты сделал. Но не ей. Она вообще ничего не нанесла. Ну, и ладно. И ладно. Когда у тебя есть змей, в принципе, два игрока. Остальных не нужны. Он просил аккумулятор щита. Я дал ему аккумулятор щита. Ну, потому что он тащит нас. Надо его кормить баночками. Хорошо. Идём туда. Так, вижу чувака с пулемётом. Сейчас их очень легко отличить. У них... Ну, как? Ладно. Окей. Этот щит, который вы видели, оранжевый, он золотая модификация. Не так-то просто поставить. Но, в принципе, да. Вот, когда он стоит, сразу понимаешь, что у чувака пулемёт. Так. И даже понятно, какой пулемёт. Видели? У него с ней дэмэдж не такой большой. За счёт этого щита. По нему. Или всё-таки я зверовой, как считаете? В два выстрела его. Птюнь-птюнь. Всё. Кончился парень. Так. А, мы всё. Мы совсем в финале. Потому что здесь остался последний чувак. И змей его тоже дожал. Вот. Я успел так откусить. А он там ещё и тибэгает. Вот, зараза. Просто задоминировал абсолютно всех. Вот. А я два раза успел что-то там откусить. Сейчас посмотрим, какая стата у нашей девчонки. У Змея, понятно, он там за две тысячи набил. Там десять где-нибудь киллов каких-нибудь. Ну, ГГ, да. Наверное, он сам себя хвалит. Ну, нет, две тысячи не набрал. Слабак. У меня два. У девчонки она сто сорок семь где-то урончика нанесла. Всё. Так вот, в этих рейтинговых матчах постоянно натыкаешься на крутые команды. А у меня-то как бы просто рандомы какие-то. И там трахают. Я один раз выиграл. И я такой, хрен с ним. Главный смысл идти в рейтинговые матчи, то, что там народ не выходит, когда их убивают, потому что у тебя там десять минут, по-моему, наказания. То есть бессмысленно. Лучше дождаться, пока тим твой умрёт, и пойти играть. А в обычных режимах наказания нет. И народ выходит. Я такой, хрен с ним. Пусть они выходят. Но я хотя бы побеждаю. В том числе вот в таких катках, где у тебя просто Чингач Гук пробежал, всех нахрен тамагавком замочил. И ты такой, типа, мы чемпионы. И да, такие партии тоже. Бывают у меня. И даже, наверное, 50 на 50, когда тебя просто тащат какие-то крутые игроки. Возможно, даже читеры, я хрен не знает. Я за плечом не стоял у него, как он играет. Не смотрел. Но, как бы, вот результат налицо. И тут либо очень крутой скилл, ну, либо читер, как бы, 50 на 50. И вот тогда мне, собственно, нужно поднять 24 победы, чтобы у меня было, вот, в моем этом, блин, как называется. Короче, в этой картинке, типа, 20-й, то есть, да, 20-й, по-моему, сезон 24 победы. 21-й, 24 победы. И вот 22-й тоже, типа, 24 победы. Тогда будет красота. Но, опять же, сейчас прошло полсезона. Я жду, когда будет вторая половина. Вроде как она должна. Помните, я вам в прошлом выпуске рассказывал, что до 60-го уровня докачался, а дальше ни черта нет. Но, к тому времени, оно там через сколько-то дней выйдет, вторая половина, я уже до 110-го уровня прокачаюсь, если у меня интернет вернется. И как это будет? Мне просто все сразу выдадут. Я надеюсь, там будут плашки. Вот эти, сколько у тебя побед в сезоне, потому что сейчас их нет. Вот. Такой у меня план, поэтому играю в обычный режим. Ну, и, как бы, как всегда, оставайтесь с нами. Возможно, когда-нибудь это закончится. Субтитры сделал DimaTorzok